Я приветствую всех, кто смотрит телеканал Политвестник. Наша сегодняшняя программа посвящена страшному для некоторых людей слову – люстрация. Нужна ли люстрация России? Опасна она или безопасна для нашей страны? Сегодня в студии Политвестника историк Владимир Томсинов и адвокат Татьяна Прилипко. Здравствуйте. Добрый вечер. Итак, прежде чем поговорить о люстрации, буквально свежая новость. Закон Магнитского принят Конгрессом США. Что за ним воспоследует? Какие практические последствия он возымеет? Владимир Алексеевич, давайте с вас начнем. Во-первых, такие законы принимались обыкновенно в отношении государственных деятелей стран Третьего мира. То есть сам факт принятия этого закона определяет статус российских государственных деятелей. То есть это не прецедент? То есть на мировой арене это плебеи самого низкого пошиба. То есть к ним именно так отнеслись. То есть это плевок в их сторону, слуги. Потому что в отношении страны, где государственные деятели и уважаемые люди, такого Соединенного Штата никогда мы не позволили. То есть это закон, на это не обращают почему-то внимания, я читаю прессу, это закон, определяющий статус наших так называемых государственных деятелей, а правильнее говорить, дельцов от государства. Это первое. Второе. Закон, безусловно, будет иметь далеко идущие последствия. Очевидно, что Европейский Союз будет его выполнять. То есть он продублирует, скорее всего, его. Далее. Там такая деталь есть. Может список этот пополняться. Поэтому очевидно, что список будет большой. И вообще-то наша беда, главная страны, заключается в том, что у нас администрация колониального типа. То есть у нас управляет группа людей, страной, которые относятся к своему народу, как к рабам, к своей стране, как к источнику доходов. Просто, может быть, источнику грабежа, объекту грабежа. А основной их интерес на Западе. Вот им показали их место. Вообще было бы очень большим благом для России, если бы заставить наших воров тратить деньги в России. Вот закон Магнитского, скорее всего, это сделает. Потому что нет смысла теперь на Западе хранить деньги. Надо, наоборот, их забирать. И закон, я думаю, будет подводствовать притоку инвестиций. Татьяна Александровна, что Вы скажете по этому поводу? Уже была реакция наших политических деятелей, в том числе самая настоящая истерика, прямо буря в стакане от Валентины Ивановны Матвиенко. Как Вам реакция наших чиновников? Ну, Вы знаете, реакция Матвиенко у меня вызвала, в общем-то, веселье. Потому что Валентина Ивановна, было такое впечатление, что она хочет сказать, что это вмешательство в ее личную жизнь. Понимаете? Потому что, ну, такая договорка по Фрейду могла быть вообще, исходя из ее реакции. Потому что, ну, это естественно, вмешательство в личную жизнь каждого из этих господ, кто входит сейчас в этот список. Потому что, если действительно будут сблокированы счета, а все мы давно уже знаем, что все деньги вообще самые возможные, они далеко за океаном, то, понимаете, вот вроде как и барин, а денег-то нет. Вот Владимир Алексеевич сказал, что их надо будет забирать, но если они будут заблокированы, то трудно понять, как их можно будет забирать. То есть получается, что денежки тю-тю. Да, и поэтому получится, что… Все, что нажит, они посилены трудом. Да, все, что нажит, они посилены трудом, и портсигары 3, и замшевые курты 10, и так далее. И получится, что они, господа, без денег. И я согласна с Владимиром Алексеевичем, что это отношение к этим людям, как гражданам третьего мира, потому что это отношение вот мирового, скажем, пока американского общества, допустим, они инициаторы, но я полагаю, что это будет отношение всего мирового сообщества, потому что вчера вот очень хороший комментарий отдал господин Борщев по этому поводу, и когда ему задали вопрос о том, что как вы считаете, Европа вообще, вот она как-то поддержит? Он сказал, конечно, поддержит. Я согласна опять же с Владимиром Алексеевичем по поводу того, что Европейский Союз будет расширять этот список. Магнитский – это, скажем так, начало. Смерть Магнитского и все люди, которые… Это повод. Это повод, да. А вот дальше будет следствие. Потому что, ну, в смерти Магнитского виноваты совершенно конкретно определенные люди, но поскольку сюда внесены уже чиновники не только следственных органов и так далее, то я думаю, что Европа почешет, извините, уж так репу и скажет, слушайте, а их посмотрите, сколько воров, а они нам нужны вообще? Я думаю, что список будет расширенный. Кстати говоря, вот на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, этот закон Магнитского, он в определенной степени имеет параллель с законом иллюстрации, который очень бы хотелось принять у нас. Вот, кстати, насчет люстрации. Галина Васильевна Старовойтова в свое время предлагала проект закона о люстрации. Это было еще в 90-е годы. Кто-то, может быть, знаком с этим проектом закона, кто-то незнаком, но тем не менее, идея-то была хорошая, на мой взгляд. Люстрация – это страшно для России, полезно или вредно? Владимир Алексеевич. Ну, то, что предлагала Галина Старовойтова, относилась к членам Коммунистической партии, видимо. Да, именно так. Я думаю, это не стоило тогда принимать. В Коммунистической партии были самые различные люди. Вот, если говорить о люстрации, то, конечно, надо, прежде всего, обратить внимание на наши суды. Вот, если мы хотим, действительно, создать новые суды, мы должны освободиться от этих кадров. Вообще, Победоносцев, вот книга, о которой я собираюсь в начале сентября сдать «Молодую гвардию», она выйдет в серии «Жизнь замечательных людей», он говорил, в России все людьми делается. Люди – носители традиций одновременно. Это кажется, что вот они нарушают законы, а при новой власти, потому что под давлением исполнительной власти, а при новой власти они не будут нарушать законы, ничего подобного. У них уже в мозгах действовать именно так, вот как они сейчас действуют. И они не изменят свое поведение. И если мы хотим, ведь самая главная проблема суда – это то, что вот этот безобразный суд уже стал традицией. И здесь, в общем-то, надо ломать эту традицию, надо ее ликвидировать. А как ликвидировать традицию? Носителями традиции являются люди. Владимир Алексеевич, вот и в связи с этим второй вопрос. А судьи кто? Многие говорят, да, люстрация необходима, ее нужно проводить. А судьи кто? Кто будет проводить? Опять превратится все в тройки, опять начнутся репрессии, перегибы. Нет, нет. Я думаю, в целом надо просто уволить всех и все, и набрать новых. А они есть? Очень много есть. Я вам скажу, что происходило в 90-е годы. Что происходило в 90-е годы? В 90-е годы лучшие специалисты уходили из Комитета государственной безопасности, из МВД, лучшие следаки уходили, лучшие судьи уходили. А судьи вообще-то еще более-менее в 90-х себя чувствовали нормально. А вот поток их пошел, хороших людей, которые не выдерживали вот той атмосферы, именно в 2000-е годы. Вот их надо вернуть. Татьяна Александровна, что скажете? Я могу только полностью с этим согласиться, потому что как раз период 90-е это и мой уход из органов внутренних дел, куда я пошла работать по великому желанию, закончив МВД. Да, мы вместе учились на юридическом факультете. Это был исход людей, просто вот уходили хорошие, умные люди. А почему уходили? В чем причина? Потому что вот началась вот эта перетурбация, когда в органы внутренних дел, по крайней мере, стали приходить, я вам уже в интервью об этом говорила, первые такие мерзавцы, первые коммерсанты. Коммерсанты и, естественно, руководство средств находило в подавляющем большинстве. Оно приняло правила игры. У нас теперь все, так сказать, не по закону, а по понятиям. То есть начались понятия. И народ пошел. Но тогда, вы знаете, Владимир Алексеевич, судьи еще оставались. Дело в том, что их стало разгонять, буквально насильственным путем разгонять их из судов, в частности, из московских судов, в частности, из городского суда госпожа Егорова. То есть она, по сути, убрала, ну, я не знаю, процентов 80, как минимум. Это председатель Московского суда. Людей, которые, так сказать, были квалифицированными, компетентными и, самое главное, совестливыми. И был один период времени, когда была такая устная указивка, ну, кто ж такой письменный напишет, убирать судей, выпускников МГУ. И вот теперь в судах у нас ведь, понимаете, не люблю это слово, но все-таки я повторяю, вот кухарки. Образование заушное, то же заочное, да. Готовятся судьи, как они растут. Вот девочка 18 лет пришла в секретаре судов. Представляете, зарплата 3800 рублей. Это кто ж на нее пойдет, да. И люди начинают заниматься бизнесом. Нет, нет, нет. Кто на нее пойдет, если человек не будет, либо человек должен быть совершенно влюблен по-сумасшедшему в эту работу и любыми через пара спаратастро, да, через термин к звездам на любое пойду. Либо видеть впереди далеко идущую перспективу. И вот это и происходит. Вот эти мальчики и девочки, которые приходят в секретареме, к 25 годам, когда наступает сенс возрастной, когда уже можно стать судьей, аль судьёшкой. Обзаводится образование. Да, они обзаводятся к этому времени образованием. А за эти там 7-8 лет они уже полностью переняли все не самые лучшие, не сказать, мерзкие привычки и манеру и методу работы своих патронов. То есть, они мимикрировали под систему? Мимикрировали абсолютно. Абсолютно. И когда они становятся, получают, так сказать, мантию, это уже полные, готовые, ну, даже не знаю, как это назвать. Плоть от плоти порочная система. Плоть от плоти абсолютно порочная система. Хорошо, с судьями понятно. Здесь люстрация не обойдётся в отношении судей. А что ещё? Вы имеете в виду, они очень многие, вынося неправедные приговоры, совершили преступление уголовное. То есть, ещё и сожать. Здесь надо поднять все дела за 20 лет, все сомнительные дела, и возбудить уголовное. Ну, это же титанический труд. Да, да. Как же это можно сделать? А если мы это не сделаем, если мы вот эту всю грязь не вычистим, мы не сможем развиваться дальше. Хорошо, с судьями понятно. С ума можно сойти. Ладно, допустим. А как быть с теми, кто фальсифицировал выборы? Эти учителя, завучи. Как быть с теми гражданами, которые голосовали по нескольку раз? Они же тоже нарушали закон. Их тоже люстрация не обойдёт. Я думаю, в школах они работать не должны. Я об этом уже говорил. Безусловно. В школах они работают не должны. Запрет на профессию? Запрет на профессию. Ну, или, по крайней мере, ограничения. Ну, к детям допускать нельзя. Ну, поймите, что к детям могут быть допущены, и так было в советский период. Люди, обладающие всё-таки определённым моральным уровнем. Ну, что они детям могут сказать? Значит, с какого уровня необходимо проводить люстрацию? Или она должна быть поголовной? С каждым гражданином должна быть проведена эта... Нет, я думаю, ключевые моменты. Выбор – это ключевой момент. Суды – это ключевой момент. Следствие – это ключевой момент. Нет, я задал вопрос, с какого уровня? Ну, например, чиновников уровня начальников департаментов. Согласны с этим или нет? Ну, согласен, конечно. Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. Во-первых, честных людей у нас, так сказать, ещё Русь не растеряла. А во-вторых, понимаете, ведь многие люди, их можно понять, их можно оправдать сейчас нельзя, но понять можно. Ведь они что-то делают, вот не по совести, очень многие. Не потому, что они мерзавцы по своей сути, а потому, что и ставят такое положение. Я не могу это оправдать, я уже говорила об этом. Но не могут все выдавить из себя по капля Раба за столь короткий период, коим является 95 лет нашей вот державы, нашей вот советской и постсоветской. Хорошо, а сотрудников ОМОНа, которые колотят граждан дубинками, их надо линистрировать? Ну, это есть же видеосъёмки, это в персональном порядке, обычно уголовное дело возбуждается и всё. Конечно, их не линистрировать, их надо привлекать к уголовной ответственности за конкретные деяния. За конкретные деяния, здесь вообще вот мне не очень нравится вообще эта иллюстрация, потому что это как бы… Вам нравится название или процедура? Нет, мне нравится индивидуализация, нужно индивидуально подходить к каждому. Вот судьи здесь действительно нельзя оставлять, потому что традиция заложена. Прокуроров заложены, традиции абсолютно. А если говорить о школе, конечно, тут индивидуально нужно действовать, потому что, ну, как всё-таки школа – это очень хрупкий, действительно орган, и к ней надо очень осторожно подходить, как вообще к образованию. И последний вопрос. Иллюстрация была проведена в некоторых странах бывшего соцлагеря, частично иллюстрация была проведена в бывшем ГДР, там по поводу сотрудников штази и так далее. В Чехии, в Польше, в Прибалтике была проведена процедура иллюстрации. Там более-менее как-то это всё произошло, прошло безболезненно. Говорят, что Россия – это особая страна, у неё особый путь, и обязательно иллюстрации перерастут в массовые репрессии. Вы согласны с этим? Начнём с Вас, Владимир Алексеевич. Есть опасность, потому что сведение счётов будет. Я вот всё больше убеждаюсь, что в какую бы эпоху мы ни жили, у нас всегда очень обострённые отношения между людьми. Вот возьмите любой коллектив, это склоки, у нас начальника нормального не найдёшь. Это самолюбие проявления, больное самолюбие, это что угодно. Интриги и амбиции. Интриги и возьмите простую вещь. В своё время мне рассказывали о 1937-м годе. Вы знаете, что ведь просто так не сажали. Миллионы доносов были. И доносы очень любопытные. Просто сводили счёты, квартиру, допустим, освобождали. Жену отбить. Конечно. Вы поймите, что это, если запустить этот механизм люстрации, то мы получим такое общество, где война всех против всех. И страдать будут люди честные во многом. Сводить с ними счёты будут. Нам надо вообще уходить от этой массовости, массового какого-то подхода к людям с точки зрения какого-то общего ранжира. Вот враги народа. Искоренять этот термин вообще. Враги народа, враги государства. То есть, всё-таки может превратиться в охоту на ведьм. Может. Тем более, учите, что вот возьмите, у нас же ведь предпосылки для этого есть. Смотрите, движение наше. Это что, выходит, есть и чужие. То есть, у нас предпосылки в сознании для раскола на свои и чужие. Может быть, это специально, просто сознательно, конечно, провоцируется, но находит отклики. Татьяна Александровна, что вы говорите? Знаете, я соглашусь, что такая опасность есть. Поэтому, если даже и писать вот такой закон, и думать об этом как о процедуре в каком-то не завтрашнем будущем, а чуть всё-таки подальше, я бы, наверное, я скажу грубо, может быть, я бы сняла голову первую часть таких верхних мерзавцев, которые совершенно очевидны, являются мерзавцами, понятными для всей страны, что они мерзавцы. То есть, вот убрали и поставили на место других людей, скажем так, более достойных. А не оскудила Русь, я говорю, людьми достойными. А вот говорить о массовости этого, у нас ведь, понимаете, у нас, наверное, единственная страна в мире, в которой одним из качеств ведущих вообще является зависть. Да, вот. Юрий Оляшин написал даже. Да, да, национальное качество, понимаете, Россия. Поэтому могут совершенно точно сводиться счёты. Поэтому, с одной стороны, я полагаю, что этот закон нужен, поскольку иначе, ну как снесёшь совсем уж гнилые пни-то, да, гнилые с точки зрения нравственности, там, и так далее. А с другой стороны, это вот очень-очень-очень, вот, понимаете, такая тонкая пластическая операция должна быть. Чтобы лицо России не обезобразилось окончательно. Благодарю вас. Итак, люстрация всё-таки России необходима. Но она должна быть не повальной, а точечной по каждому конкретному фигуранту, по каждому конкретному случаю, для того, чтобы просто не наломать дров. Смотрите политвестник.